Конкурс «100 лет на службе правопорядка» стал завершающим мероприятием в череде празднований, посвященных вековому юбилею структуры. Несмотря на то, что проводилось творческое состязание несколько месяцев, жюри пришлось поработать основательно. Каждая работа заслуживала особого внимания. Милиса – это народная, и дети это подтвердили, потому что люди, которые работают в милисе, они из народа. Дети, они близки, в том числе к нашим участиям, к нашим детям, поэтому они близки, поэтому они и описывают. Описывают достаточно объективно, смело отчасти. Хорошие очень описывают случаи из жизни милицейской, которые нам на сегодняшний день, может быть, даже отчасти были неизвестны. Из более чем пяти десятков работ члены жюри, в состав которого вошли не только милиционеры, но и журналисты, отобрали 12 лучших. Это те эссе или фотографии, которые сумели удивить, рассказать не только о деятельности героя сюжета, но и его привычках, увлечениях. Здесь мы преследовали цель найти хорошую творческую молодежь, и то, что мы заметили, что сегодня в журналистике наши правоохранительные органы зачастую где-то остаются в стороне, потому что события показываются, показываются происшествия, то, что происходит, а те, кто стоит за вот этой тяжелой ежедневной милицейской работой, где-то зачастую остаются в стороне, поэтому мы решили показать таким образом этих людей. И отрадно, что очень много ребят откликнулись. Действительно, это очень непростое было задание. 55 работ, очень много эссе, и достаточно, ну, все-таки надо признать на хорошем уровне. Выбирала фотографии моя мама, спасибо ей, конечно же, так как их было очень много, где-то 300 штук, и из этих нужно было выбрать только 4. Ну, а калаш, в принципе, не так сложно сделать, так как сейчас технологии, и скачать программу, и сделать его легко. Юные авторы со всей Брестской области попытались в своих работах показать многогранность деятельности правоохранителей. Например, победитель в номинации «Эссе» Ирина Клименко уверена, женщины в форме способны на многое. Они не только грамотные специалисты, но и чуткие воспитатели, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Герой работает инспектор по делам несовершеннолетних, Тиловушка Алена Юрьевна. Чем она меня заинтересовала? Ну, во-первых, она очень часто посещает нашу школу и проводит там профилактические всякие беседы. И это человек, к которому действительно можно обратиться, и каждый ребенок в школе это действительно знает. И я подумала, что зачем, ну, когда пришло положение о конкурсе, я подумала, вот зачем брать кого-то далекого, можно взять кого-то осязаемого, с кем-то действительно знаком. Кроме подарков сотрудники УВД подготовили для победителей экскурсию в Музей истории и структуры. Здесь ребятам рассказали о том, как создавалась и развивалась милиция Брещины, а также о ее героях. Знания, полученные юношами и девушками во время экскурсии, обязательно станут для них хорошей творческой почвой для написания новых репортажей и обзоров. Продолжение следует...